всем здравствуйте сегодня мы с вами будем смотреть расклад который я назвала комната с портретами ваши идеалы задача этого расклада посмотреть что есть в нашей голове какие идеалы мы содержим касательно определенных ролей то есть мы посмотрим ваш идеал то есть как вы себя видите именно в идеале то есть ключевое слово идеал не только мы являемся а именно идеал посмотрим портрет идеального друга либо подруги да то есть когда вы говорите вот я хотела бы имеет там например друга либо подругу и вот именно вот так да и вас есть некий свой идеал некое представление посмотрим портрет партнера коллегии то есть человека с кем вы сотрудничаете если вы работаете на наемной работе если вы работаете на себя то возможно это будет ваш партнер либо это будут ваши, там, не знаю, клиенты, ну, то есть люди, с кем вы так или иначе сотрудничаете, вот, и, конечно же, посмотрим идеальный портрет мужа, мужчины, если вы женщина, женщины, если вы мужчина, ну, либо если вы предпочитаете один пол, то есть посмотрим вот эти вот идеалы, которые у нас есть в голове, вот, для чего? Для того, чтобы потом сопоставить с тем, что, а что мы действительно по факту имеем, да, то есть идеал в голове один, а имеем мы что? Так, наверное, так будет слышно, да, лучше, я просто сняла себе микрофон, поставила перед собой, думаю, так будет лучше, слышно, потому что я головой мотаю туда-сюда, и звук получается то далекий, то близкий. Итак, позиции вы видите перед собой, камешки, да, все это вам уже известно, те, кто впервые на канале и не знает, есть тайм-коды в описании, нажимайте на тайм-коды, либо вот здесь вот внизу у нас проходит линия воспроизведения, если вы наведете курсор на эту линию, то появятся главы, то есть разделение на первую позицию, вторую или третью, то есть так тоже можно. Ну что, приступим. Итак, позиция номер один, так, вот сюда я поставила, значит, сюда, голубенький камешек, единички, смотрим, значит, сколько нам карт нужно вытащить, значит, это идеальный портрет себя, вот, портрет друга, либо подруги, ну, в общем, вы поняли, да, кого вы тут загадываете. Портрет коллеги, либо партнера, ну, то есть профессиональная сфера, нам интересно, и портрет мужа. А вы знаете, сейчас у меня еще одна мысль такая пришла, сейчас я ее запишу, иначе я забуду, значит, секундочку, я сразу внесу в компьютер. Так, учителя, давайте посмотрим портрет идеального для вас учителя, учителя-наставника. Ну, то есть, какого бы вы хотели иметь, да, вот так вот будет интересно, как раз-таки пять, да, обучающие процессы, пять арканов, значит, портрет наставника, либо учителя. Так, хорошо видно, камешек вот сюда я себе поставлю, тоже будет хорошо видно, подвину поближе к себе. Ну, и давайте смотреть, что нам здесь покажет. Значит, первая карта, первая позиция, портрет идеального себя, то есть, как вы себя видите в идеале. А рыцарь кубков, ну, в идеале вы себя видите человеком душевным, если так можно назвать, да, назвать одним словом, то есть, человеком открытым, человеком щедрым, человеком, который любит общаться на такие, знаете, душевные темы. Это не обязательно философские, либо какие-то там глубокие самопознания, но то, что вот прям хватает за душу. Вот это вот ваше ключевое такое слово, да, когда хватает за душу, либо располагает. То есть, ваш идеал себя, это человека мягкого, открытого, в первую очередь, этому миру, человека, который доверяет этому миру. Но при этом, знаете, у рыцаря кубков тоже есть своя такая перчинка, хитринка, если так можно сказать, да. Он свой кубок выбирает, кому он дает, то есть, он дает не всем свой кубок, тоже выбираете для себя людей по душе. То есть, здесь идеал человека, который хотел бы окружить себя эмоциональным комфортом. И идеал человека, который бы, знаете, вот много времени, да, вот много времени беседуем. Плюс ко всему, это человек, который влюблённый. Здесь ещё нет глубоких чувств в любви, но есть уже вот эта вот влюблённость. То есть, влюблённость в жизнь, влюблённость в людей, влюблённость в своё дело. То есть, вот эмоции – это то, что вами управляет. Ну, давайте ещё посмотрим, да, ваш идеальный портрет. Девятка жестов. Человека, который, такой, знаете, достаточно глубокий. Вот всё равно есть, да, эта глубина. Человек, который анализирует свой прошлый опыт, делает какие-то определённые выводы и всё равно держит некую такую дистанцию. То есть, невзирая на рыцаря кубков, да, то есть, человек, который готов коммуницировать, готов общаться с другими людьми. Ну, то есть, он такой, знаете, доброжелательный. И добрый, и человечный, да. То всё равно есть некая такая интровертность, замкнутость. То есть, вы хотели бы иметь своё пространство, да, вот то, что я говорю. Да, я люблю общение, да, мне нравится и жизнь, и я люблю, и эмоции, и всё такое. Но вот дистанцию я всё равно держу. Ещё идеальный ваш портрет – ну, аркан силы, да. То есть, это человек, хочется сказать, бесстрашие, да. Человек, который черпает силы внутри себя. Это, безусловно, человек с красивым телом. То есть, человек, который за этим телом ухаживает. Хотели бы, чтобы у вас было такое, знаете, идеальное, спортивное даже, в некоторой степени тело. Если не совсем, прям с кубиками, да, неважно, женщина вы и мужчина, если вот вам не нравится такое. Знаете, кто-то говорит перекачанное. Окей, у каждого свои предпочтения. Но, как минимум, оно должно быть подтянутым и упругим, прям вот очень-очень таким красивым. Вот. Но, если смотрит мужчину, то, конечно же, ну, хочется иметь рельефное тело. Хотя и для женщин тоже. Вот. Безусловно, человек энергетически наполненный, да. Здесь человек, для которого здоровье, как эмоциональное, так и физическое, тоже имеет вес свой определенный. Почему? Потому что человек здесь по своей природе донор, по своей натуре. То есть, это тот человек, который будет отдавать, человек, который будет мотивировать других, да. Будет вливать свою энергию. Опять же таки, мотивировать не в контексте за собой куда-то повезти, а в контексте поддержки. С другой стороны, здесь ваш идеал человека, который вот именно бесстрашие, которое преодолевается, да, с помощью своей внутренней силы. Безусловно, в идеале вы хотели бы видеть себя с таким, знаете, энергетическим, мощно заряженным потенциалом, да. Вот вас влекут люди, от которых веет сила. Сила не в контексте власти и управления, хотя такое тоже есть. Но, скорее всего, это вот внутренняя сила, которая есть у людей. Это даже не харизма, а вот, знаете, с некоторыми людьми ты чувствуешь, что вот веет от него вот этой вот силой, мощью. И к такому человеку тянешься. Вот для вас это вот такой потенциал. Возможно, даже если вы что-то там практикуете, да, в эзотерике, то вы понимаете, что сила, безусловно, нужна. И вот здесь наработка именно вот этой вот энергии, она важна. Могу предположить, что либо последнее время, да, то есть если для вас это является идеалом, то чисто логически, да, вам этого не хватает. То есть могу предположить, что последнее время вы либо устаете, да, и вам не хватает физических сил, либо вам не хватает, опять же таки, у вас есть сила воли, но вам не хватает этой силы для того, чтобы преодолевать какие-то преграды. То есть где-то вы хотели бы, чтобы у вас это шло, ну, как-то вот более естественно, не нужно было прикладывать волю, да, то есть хотелось бы, чтобы активность и движение, это была ваша естественная природа, да, чтобы не надо было где-то себя заставлять, не надо было где-то что-то вот прям преодолевать. Почему? Потому что есть такое ощущение, что вот вы вливаете в это очень много энергии. Поэтому хотелось бы ощущать себя волевым таким человеком, привлекательной, особенно если вы женщина, да, сексуально привлекательной, манящей, то есть секс для вас тоже играет немаловажную роль. То есть это тоже своего рода наслаждение, удовольствие, вот, и, ну, в принципе, да, я могу сказать, что вот по этим арканам вы достаточно мягкий человек с внутренним стержнем. Я не знаю, как это может сочетаться, да, то есть быть непоколебимым и одновременно достаточно мягким и гибким, потому что здесь всё-таки лев, да, это ассоциация животного сильного, выносливого, да, но при этом он всё равно остаётся кошкой, да, то есть такой мягкой, которую хочется как-то погладить по-шёрстке, но главное, чтобы не против шёрстки. То есть вот ваш идеал примерно такой, это показывают карты. Хорошо, а портрет вашего идеального друга, вот, либо подруги, как бы вы хотели, чтобы он выглядел? Ну, вот смотрите, вот то, что я и говорила, да, в нашем идеале нам не хватает энергии для дальнейшего движения, мы хотели бы быть более энергичными, да, более подвижными, вот, ну, то есть хотелось бы, почему? Потому что, чтобы была вот эта вот компенсация, скорее всего, вы, ну, не столь, не столь подвижные именно в теле, да, то есть не расторопные какие-то, а в интеллектуальном плане, да, здесь человек наоборот, он может быть очень активный, очень умный, то есть человек, который быстро принимает решения, вот, но в теле хотелось бы, чтобы было больше активности, либо чтобы в вашей жизни было больше активности, больше каких-то ярких красок и больше движения. Поэтому вы хотели бы портрет идеального друга подруги, да, чтобы он был, во-первых, позитивным, почему? Потому что, опять же-таки, люди по аркану силы периодически, поскольку они являются донорами, им тоже необходимо восстанавливать свои ресурсы, да, они у них не бесконечны. И это те моменты, как раз, когда аркан силы восстанавливает свои силы, он закрывается, да, то есть лев уже после того, как он сходил на охоту, да, он какое-то время просто лежит, как мы видим, да, в документальных фильмах на этих деревьях, и не надо его трогать, оставьте его в покое, он хочет понежиться. Вот здесь этот момент прям очень важен отдыха, да, потому что человек по аркану силы выкладывается полностью. Поэтому вам хотелось бы, чтобы ваш друг-подруга были, во-первых, на позитиве, да, чтобы не было, ну, чтобы он не был пессимистом, чтобы не выкачивал из вас силу. С другой стороны, чтобы этот человек, он все время вас как-то, знаете, мотивировал. Пускай по аркану рыцарь жезлов есть такая некая, как бы так сказать, цикличность, да, то есть перегорание, импульсивность зажигается, очень быстро потухает. Но для вас это не было бы проблемой, да, потому что он являлся бы для вас некой такой зажигалкой. То есть он вас зажег, да, вы его наполнились и пошли дальше самостоятельно. Но периодически, да, чтобы этот человек, вот он вас как-то, хочется сказать, пинал, да, вставай, вставай, пойдем туда, вставай, пойдем сюда. Да, конечно, вы бы возражали, вот, но при этом, да, когда все-таки, да, выходишь в свет, либо туда, куда вас ведет ваш друг, да, вы бы все равно потом получали свою дозу удовольствия. И наслаждение эмоционального. Поэтому очень важно, чтобы этот человек был такой, знаете, храбрый, отважный. Но в любом случае, хоть у нас здесь выпадает рыцарь и здесь рыцарь, и казалось бы, это, ну, равнозначный, да, по своей... Единицы, или, как это сказать, по своей ценности арканы, но вы все же выступаете в более доминирующие позиции, либо вам хотелось бы, чтобы ваши друзья были младше вас по возрасту, да, либо каким-то... Каким-то образом они были моложе вас. Это не, опять же, не для того, чтобы вы выступали в доминирующей позиции, а просто, возможно, вам нравится вот эта вот молодая, здоровая энергия, подвижная. Вот. Вот. Что еще портрет идеального вашего друга, да, либо подруги? Человек, конечно же, храбрый, человек активный. И человек, кстати, честный. Вот по рыцарю Жезлов, да, это экспериментатор со мной стороны. То есть человек, которому так же интересно, как вам, что-то попробовать, да, что-то вот поисследовать за любой кипиш, за любое движение. Вот. И что-то хотела сказать, упустила мысль. Здесь человек не унывает. Вот для вас это очень важно. Потому что, скорее всего, вот у вас здесь какой-то такой, не знаю, либо трудный путь, либо какой-то образ жизни, ну вот он немножечко тяжеловатый. Вот вам хотелось бы, чтобы вас разгружали периодически. Поэтому такой, знаете, молодая энергия, веселая, позитивная, активная, подвижная. И не важно, что она цикличная, да, загорается и потухает. Главное, что вот давай попробуем. Давай туда сходим, давай сюда съездим, давай вот это поэкспериментируем. Здесь такой человек. Причем, опять же-таки, дистанция здесь держится. Почему? Потому что друг, который, знаете, вот как-то, не знаю, раз, два, три, три дня, либо два дня, вот как-то вот постоянно вы с ним общаетесь, куда-то ходите, что-то переписываете. Потом этот человек исчезает на какое-то время из вашей жизни. Вот. А потом через какой-то период опять появляется. Вот для вас это было бы идеально. Потому что вы не хотите долгое время общаться. Ну, то есть долгое время, я имею в виду, вот это вот каждый день, как дела, что там делаешь, вот это вот не совсем про вас. А вам как-то хочется, знаете, ну вот период скучания, да, если так можно. Для вас важна дистанция. Я не знаю, как это объяснить, но для вас это важна дистанция. Вот эти вот границы, чтобы они не нарушались. Поэтому желательно, чтобы друг ваш понимал, а для этого он должен быть позитивный, у него должны быть свои какие-то хобби, свои какие-то дела. То есть, чтобы он был, ну, как это сказать, не привязанным к вам, а встретились, провели время, разошлись, расстались на какое-то время, на какой-то период соскучились, потом снова встретились. То есть, я могу предположить, что у вас даже и отношения с мужчинами, либо с женщинами, сейчас мы посмотрим, да, в общем, с вашими партнерами, они в идеале должны были так складываться. Сейчас я посмотрю. Побью водички. Так, ну давайте еще один аркан. Выложу, посмотрю, идеальный портрет вашего друга. Подруга, значит, смотрите, если это подруга, как это правильно сказать, если рыцарь жезлов, то это мужчина младше вас, либо молодой парень, пускай это будет большая разница в возрасте, но это не столь важно, да, вы же не создаете какие-то личные отношения. Вот, здесь вот, если вы женщина, то парень должен быть намного моложе вас, да, потому что вот берем вот эту вот энергию, плюс ко всему еще и сексуальную, и какие-то желания, амбиции, вот вы как-то загораетесь, перенимаете у него энергию. Если это подруга, то она должна быть вам ровнее, то есть, ну вот примерно вашего возраста, не старше, однозначно, и младше тоже вам было бы неинтересно. То есть, вот примерно вашего возраста, вашего это вот примерно, ну плюс-минус три года. Опять же-таки, какая, да, вот видите, тоже жезловая, то есть, опять же, вам не хватает вот этого огонька энергии. Подруга должна быть такая же независимая, желательно, чтобы она была бизнес-леди, то есть, чтобы у нее был свой какой-то, свое какое-то дело, да, то есть, это не тот прототип женщины, которая сидит дома и занимается с детьми, не потому что вам это, вам это просто, скорее всего, не близко, да, то есть, вот воспитание детей по королеве жезлов, это не совсем ваше. То есть, здесь самореализация, развитие, вот вам с такими людьми было бы интересно, и при этом, чтобы не затрагивались бытовые моменты, либо моменты финансов, то есть, развитие, да, там изучение, прочтение книг, хождение на какие-то курсы, вебинары, очень много коммуникаций, возможно, светской жизни, проявление себя в соцсетях, эзотерическое тоже какое-то направление, ну, такое достаточно легкое. Вот вам это было бы интересно, да, то есть, подруга, с которой можно сходить, там, в кино, в театр, там, не знаю, может быть, съездить куда-нибудь на отдых, но опять-таки отдых должен быть активный. То есть, это не то, чтобы поехать, там, в гостинице посидеть, нет, это вот желательно какие-то пешие походы, прогулки, там, я не знаю, в горы, в лес, вот что-то такое активное. Вот такой ваш идеальный портрет друга-подруги. Так, следующий портрет идеального коллеги, ну, то есть, человека, с которым вы работаете в профессиональной сфере. Вот здесь вот человек, да, должен быть, смотрите, он вам очень созвучен, здесь рыцарь кубков, а здесь аркан умеренности, да, то есть, вода, вода присутствует, человек, который должен бы вас балансировать, да, как-то вот выравнивать. Плюс ко всему, у этого человека должны быть какие-то целительные энергии, то есть, целительные в контексте того, что они вас убаюкивают, они вас успокаивают. То есть, это человек, который должен вас расслаблять, он не должен вас напрягать. Здесь не важно, как это сказать, его скиллы, его навыки, умения, касательно профессиональной сферы, сколько вот именно характер. Характер этого человека, он должен быть, знаете, вот как-то в умеренности. Почему? Потому что вот этот человек должен вас балансировать. То есть, в профессиональной сфере, смотрите, если в личной жизни такой человек вы достаточно спокойный, размеренный, да, в дружбе более активный, то в профессиональной сфере здесь человек находится в стрессе, в бесконечном стрессе, в бесконечном напряжении. Здесь какие-то творческие процессы идут. Плюс ко всему, здесь ощущается контроль, ну, то есть, вам необходимо все контролировать, проверять. Поэтому вам нужен человек по аркану умеренности, который бы вас расслаблял. Опять же таки, в каком понятии? Не то, чтобы он вас лечил, а в том, чтобы он вас не напрягал, чтобы работа, взаимодействие с ним. Это, знаете, вот вы, когда вы приходите, да, наполнены идеями где-то там, как что сделать, вот какая-то такая суматоха, движуха. Вот его посмотрели на него и выдохнули. Опять-таки посмотрели и выдохнули. Не то, что он что-то делает, но вот его пространство, вы как будто бы расслабляетесь. То есть, это человек, который вам говорит, окей, выдох, вдох, расслабились. И теперь давай спокойно посмотрим на ту ситуацию, либо на те идеи, которые у тебя есть. Либо, если это, например, клиенты, то это те люди, которые вас не напрягают. Здесь очень важен этот момент. Еще портрет идеального коллеги, либо клиента, Аркан Солнца. Да, видите, человек, который примерно имеет такие же, здесь вот карты не показывают, но по энергии я это считываю, такие же, как это сказать, как их называется-то, лидерские. То есть, опять же-таки, вот поэтому триплету нельзя сказать, что у вас есть лидерские качества, но они у вас есть. То есть, контроль и лидерские качества я здесь ощущаю. Поэтому для вас в идеале было, чтобы клиенты, либо партнеры по работе, либо коллеги, чтобы они вас не напрягали и в некоторой степени были ответственными. Опять же-таки, Аркан Солнца не говорит про ответственность, но здесь вот этот вот позитив, да, то, что вы хотели бы иметь в друзьях, он присутствует, но присутствуют и лидерские качества. То есть, чтобы вы могли более комфортно взаимодействовать с партнерами, коллегами, либо клиентами. То есть, если приходит клиент, вам не хотелось бы, чтобы, а там, ему что-то нужно там объяснять, как себя вести, там, может быть, какие-то организационные моменты, как оплатить, что. Ну, то есть, дали инструкцию, вот так, вот так, вот так, и все, дальше человек самостоятельно делай. Чтобы вот, чтобы здесь был правильный обмен. Вот для вас важно, это энергетический обмен, чтобы, опять же-таки, вас не сосали. Откуда-то вы здесь теряете энергию, я не могу понять. Но это однозначно не на дружбу, и это не должно быть на партнеров, клиентов. На саму работу, да, возможно, вы сливаете, да, на сам процесс. Но на людей здесь как будто бы, особенно если это клиенты, да, то здесь вам хотелось бы, чтобы они были позитивные, чтобы они были легкие, чтобы они были вот с такими, как это сказать, мыслями, да, ну, мыслили о новом, чтобы вот какие-то новаторские, да, чтобы, не знаю, с ним легко можно было договариваться. И при этом, конечно же, если мы говорим о клиентах, да, чтобы клиенты были при деньгах, либо партнеры были при деньгах. А, опять же-таки, если мы говорим про клиентов, это да, это понятно. Причем, чтобы это не было там, знаете, я накопил по мелочи, да, разбил свою копилку и пришел к вам на услугу. Нет, это не так. Здесь у человека должно быть большое количество денег, что если вот нужно будет там что-то доплатить, либо, не знаю, взять какую-нибудь дополнительную услугу, чтобы клиент не говорил о том, что вот, нету денег, там, до зарплаты, либо еще что-то. Вот это вот вам не нравится. А еще и чтобы не торговался, да, то есть вот такую сумму озвучили, окей, взяли, получили, нет, идем дальше. То есть вот вас напрягает вот этот вот финансовый вопрос и все, что связано с деньгами. Может быть, даже если это касается, опять же-таки, сотрудничества, хорошо бы, чтобы был другой человек, который бы занимался финансовыми вопросами вашего бизнеса, да. То есть вот вас финансы это напрягают. Так, ну, смотрим интересный момент. Идеал вашего партнера, мужчины, женщины, там, не знаю, у кого какие предпочтения. Туз мечей. Ну, изначально, да, то есть человек должен быть умный. Если у человека нет интеллекта, да, то есть сразу, не важно, как он выглядит, но важно содержание его головы. Опять же-таки, да, как мне когда-то помню, один человек спрашивал, ну, хорошо, а если твой мужчина будет умный, например, как Эйнштейн, но при этом будет выглядеть именно так, как ты будешь реагировать? Тогда я впервые задумала, что хорошо было бы в идеале, чтобы была некая такая внешность определенная, да, у каждого свой типаж, но и наличие головы, то есть вот наличие внешности тоже важно. Здесь я могу сказать, что есть у вас какой-то определенный типаж внешнего человека, такого, знаете, более, если это лицо, то почему-то мне кажется, что оно больше какое-то вот продолговатое. И ярко выраженные, может быть, скулы. Опять же-таки, мы говорим про идеал, да, не то, что мы имеем, а про идеал. То есть резкие-резкие черты лица. Да, может быть, нос должен быть таким ровным, не обязательно большим или маленьким, я не говорю про размер, а вот именно, вот знаете, то, что напоминает как-то острие ножа, либо в лице, либо в чертах, либо там, я не знаю, брови, но вот что-то такое вообще в идеале, в идеале, видя, что у вас есть один пунктик касательно внешности тела, да, хотелось бы, чтобы партнер был, выглядел, как-то вот мне идет, как мраморная статуя. Вот как, я не знаю, для кого-то это может быть мраморная статуя, там, я не знаю, 19 века, да, где прототип женщины были, большие бедра, маленькая грудь, да, ну и вот так вот это вот все в теле выглядело. Для кого-то, например, прототип другой, другой мраморной статуи, да, где, там, я не знаю, статуи, там, древних греков, такое подтянутое, да, тело спортивное, там, с кубиками рельефное, и так далее, и так далее, то есть у каждого своя статуя в голове. Но однозначно здесь акцент, да, на внешность есть, но больше, скорее всего, на характер. То есть здесь идеал... Собака? Здесь идеал, скорее всего, человека умного, прямолинейного, да, может быть, в какой-то некоторой степени такого жесткого, конкретного, ну вот как будто бы дисциплинирован, знаете, с военной какой-то, закалкой. И действительно, человек, который может адаптироваться, да, выживать, но здесь идет акцент больше на интеллект, на интеллект. Причем, интересно, вы достаточно душевный человек, но партнера себе выбираете не эмоционального интеллектуала, но не эмоционального. И здесь вы сходитесь с партнером в том, что вам нужна дистанция. Здесь это человек, здесь такое ощущение, вот как будто бы король мечей должен был бы выпать. Человек, который действительно держит дистанцию, близко не отближается. Почему-то мне идет такое ощущение, что вот он должен быть сдержанный в словах, да. Не то чтобы он молчаливый, но вот как-то, знаете, вы сдержанный в контекст того, что если он что-то говорит, это должно быть по существу, это должно быть какая-то конкретика и немногословный. Вот почему-то это важно. Скорее всего, потому что вы по природе общительный человек. Ну, то есть вы говорите, и вам нужно, чтобы вас кто-то слушал. Портрет идеального партнера. Ну, вот семерка мечей, видите. Тоже человек такой непростой. Хочется сказать, человек с хитринкой. Человек с хитринкой, знаете, с таким неким потенциалом, достаточно большим, но по каким-то причинам, вот ощущение того, что он ждет вас, либо она ждет вас, чтобы вы раскрыли этот потенциал в этом человеке. Вот как-то так здесь мне идет. То есть, возможно, человек конкретный, структурный, но при этом консервативный и самостоятельно не идет в развитие. И вот как будто бы этот человек ждет вас, чтобы в тандеме с вами вы его замотивировали, влили в него энергию, да, вот как, знаете, вырастили того идеального партнера. То есть вы не готовы хотите взять, а вы хотите его вырастить, но при этом вырастить, чтобы у него были вот эти вот интеллектуальные задатки, а дальше как будто бы вот все остальное, да, вы сможете отшлифовать самостоятельно. Но задатки должны быть у этого человека. То есть он должен быть как-то, знаете, впередсмотрящий, вот как будто бы у меня идет здесь энергия водолея. То есть из воздушных водолея на втором месте уже как-то близнецы, но в первом месте водолея человека, который как-то вот вперед смотрит. И мысль это обязательно неординарно, вот как-то оригинально. Для вас это важно. Так, дальше. Портрет вашего учителя, наставника. Мне интересно, сколько времени у меня заберешь, чтобы у меня еще и остальные позиции хватило по времени. Ага, ясно. Портрет вашего наставника, учителя, да, то есть он должен быть действительно мастером. Да вот что каждый вкладывает в это слово, здесь у каждого может быть свое, но это обязательно должен быть мастер того дела, с которым вы к нему обращаетесь. Он должен быть хорошим экспертом, практиком, не теоретиком, практиком. И при этом, что немаловажно, получать удовольствие от того дела, которым он занимается. Вообще для вас эмоции, они важны. Вот это все-таки ключевой ведущий, рыцарь кубков, он и присутствует. То есть вам нужен мастер, который будет с вами работать на постоянной основе. То есть для вас важна у мастера стабильность, постоянство, при этом развитие, любовь к делу. И вот у меня, знаете, идет какое-то такое терпение. Терпение и молчаливость. Опять молчаливость. То есть как может быть наставник-учитель молчаливым, а знаете, вот как будто бы он вам на практике. Не словами, вот он мне показывает, что он не что-то вам говорит, а вот как-то на практике через какие-то задания, которые он вам дает, вы их выполняете и обучаетесь. То есть здесь не то, как в школе учитель передает какую-то лекцию, а ученик конспектирует. Нет, здесь должно быть как-то на практике. То есть если, допустим, мы хотим понять закон протяжения, то вас берет за ручку мастера, отводит на третий этаж, берет яблоко и бросает вниз. А потом говорит, что ты понял. И все, без каких-либо там дополнительной какой-то информации. Если вы говорите ничего, он вам говорит, окей, вот тебе килограмм яблок, сиди и бросай здесь до тех пор, пока там, я не знаю, этот килограмм, либо ящик яблок не закончится. А потом придешь, мне скажешь свои выводы. Вот что-то здесь вот в таком формате, вот такой у вас портрет учителя-наставника. Так, на этом я завершаю, потому что я могу много говорить, а у меня еще впереди другие позиции. Вот. Пишите, где я ошиблась, а где, возможно, вы увидели свой идеал. Так, это первая позиция. Позиция номер два, красный камешек. Сколько там я карт вытаскивал? Шесть или пять? Сейчас я посмотрю в первую позицию. Первый. Два. Три. Четыре. Пять. Так, двоечки вам. Пять арканов. И мы посмотрим ваши идеалы. Ваши идеалы. Раз, два, три, четыре, пять. Так, смотрим. Смотрим, смотрим ваши идеалы. Первое, это, конечно же, первая позиция, это вы сами. Это вы сами. Ваш портрет, идеал себя, аркан повешенного. Ну да, здесь такое ощущение, что вы уже являетесь своим собственным идеалом. То есть человеком, человеком духовным, человеком, который может жертвовать собой. Хочется сказать, какой-то вот прототип героя. Опять же таки, это герой Марвела, я не знаю, либо герой какой-то героини какой-либо там сказки. Ну вот однозначно портрет почему-то какого-то персонажа не идет. Вот, то есть если в женщину, то это обязательно там, не знаю, какая-нибудь сказка, либо какой-то пантеон, пантеон богов, но славянский какой-то пантеон богов. Если вы себе выбираете богиню, либо какой-то архетип, то это вот славянского какого-то пантеона богини. То есть здесь герой, вот ключевой, это герой, когда что-то делают для кого-то, не для себя, а для кого-то. Человек, который, знаете, умеет смотреть на вещи под разными углами, по-другому, не так, как все. То есть здесь ощущение того, что я помню, как я описываю двоек всегда, вот здесь вот прям вот эта вот энергия того, что я не похожа на других, и я выделяюсь, она есть. И это забавно, потому что обычно двойки от этого всегда страдают, да, люди, кто выбирает вторую позицию, страдают от того, что вот я не могу найти себе человека, с кем поговорить, меня никто не понимает, да. Но вот здесь вот это вот почему-то для вас и является как раз-таки идеалом. То есть человек, который не похож на других, он, опять же таки, это как будто бы не совсем осознанно идет, да, но вот я чем-то выделяюсь, чем-то я полезен этому миру. Причем это, знаете, человек, у которого есть какая-то определенная миссия, задача, там кого-то спасать, вот такой вот архетип здесь выпадает, и он может проигрываться, ну, в разных там, в зависимости от ситуации, в разных аспектах. Но общая тенденция, она такая. Причем вы даже, знаете, как-то, особенно если это касается личной жизни, да, здесь такая картинка, что как будто бы, знаете, вы говорите своему партнеру, я способна на такую, вы знаете, вот безусловную любовь все время, как жена декабриста, вот я пойду за тобой на край света, я готова лишить себя, там, чего-то во имя любви. Вот что-то здесь такое пиетичное есть, и, ну, это тоже вот самопожертвование, оно здесь очень ярко выражено. Еще идеальный портрет себя. Ну, смотрите, великие арканы выпадают, да, то есть вы видите себя непростым человеком. Еще раз скажу, вот почему-то судьбоносным, вот вам нравится быть, вы представляете себя в голове, что вы какой-то вот ключевой человек для других людей, то есть человек, который привносит какие-то изменения, каким-то образом влияет на других людей, выводит их из их сценария. Негативно, вот я говорю, вот это вот героизм, да, то есть пришел, либо пришла я, и твоя жизнь изменилась. Неважно, это в контексте профессиональной сферы, либо в контексте личной жизни, там, дружеской, неважно. То есть я являюсь для тебя судьбой, да, вот каким-то судьбоносным человеком, вот вы хотите. Здесь как будто бы, знаете, человека есть потребность отдавать, но при этом желание некого такого признания своих трудов, пускай оно будет невербальное и не афишируется словесно, но в любом случае вам будет очень приятно, когда ваши заслуги будут оценены, да, и люди будут вам благодарны. Вот для вас это очень важно, поэтому здесь идеал такого человека, когда я могу повлиять на других людей, но не с помощью силы и власти, а с помощью своей любви, вот своей энергии, да, своим каким-то более мягким влиянием. Здесь вот это вот прям очень-очень важно. Портрет идеального вашего друга, подруги. Так, уточним здесь, потому что девятка мечей не совсем. А, вот, так будет понятно. Опять же таки, да, друг подруга является отражением нас самих, и девятка мечей говорит о том, что бесконечно крутите в своей голове не совсем позитивные мысли, да, такая протоптанная дорожка одних и тех же мыслей, которые пугают, да, то есть некая такая тревожность, опять же таки, по аркану повешенного, да, чувство вины, вот какие-то такие моменты. Они есть в вас, поэтому вы хотели бы, чтобы у вашего друга, подруга, подруги этого не было. Чтобы, наоборот, это был человек позитивный, чтобы этот человек был активный с какими-то идеями, да, человек, возможно, амбициозный и любящий жизнь. То есть вот, чтобы он вас компенсировал как раз таки вот вашим таком меланхоличном темпераменте характера вашего, да, то есть вот очень важно. Еще какой портрет вашего идеального друга, ну, то есть человек, который постоянно движется. Почему? Потому что, скорее всего, вы зависаете, да, опять же, по аркану повешенному зависаете. Шоу-шоу остановился, как, знаете, напоминает этого в Австралии лемура, да, либо, как это, да, лемур, по-моему, она называется, ленивец, ленивец животное. Вот, знаете, так это, ногу поднял и завис в Австралии. Стою, думаю. У меня такое, знаете, здесь еще картинка пошла, такая забавная. Наверное, ну, сейчас я не знаю, но вот в молодость, особенно если это школа, вы как-то раздевались после школы. Забавно, да, то есть, ну, там, не знаю, сняли, например, это, там, брюки, если вы мужчина, да, либо если женщина сняли, например, там, фарту, галстук, я так понимаю, это союзное время, вот, и сидите, ждете, либо, например, там, снял, снял колготку, одну, одну ногу, одну штанину, и сижу, жду о чем-то там, думаю, что-то вспоминаю, потом вторую, вот здесь какие-то такие моменты зависания, ну, по крайней мере, в детстве, в юности, они вот прям очень ярко выражены, поэтому для вас важен человек, который двигается. Вам не нужно, чтобы он вас мотивировал на движение, вы это будете делать самостоятельно, но вам нужны какие-то ориентиры, то есть на что-то смотреть, какие-то примеры. Человека, который постоянно двигается, человек, который постоянно развивается, растет, вот для вас это очень-очень важно. Портрет идеального коллеги, либо партнера, ну, то есть профессиональная сфера здесь будет. Семерго-пендакли, да, то есть зависай, говорю, зависайте. Идеально. Ну, в идеале, чтобы это, знаете, как человек вас не торопил, чтобы у вас были схожие ритмы. Семерго-пендакли, говорит, человека, который мог бы работать вот в какой-то рутинной такой, да, работе, однообразной, возможно, и, ну, то есть совершать какую-то однообразную работу, и при этом никуда не торопиться. Вот, опять же таки, у вас есть свой ритм, свой цикл. И хорошо бы, чтобы ваши партнеры и коллеги, да, они вас, как минимум, никуда не подгоняли, никуда не торопили, то есть давали вам те необходимые сроки и время, которое вам нужно на выполнение работы, и при этом давали вам обратную связь. Опять же таки, в процессе того, что вы делаете, есть такой момент, что вам нужна обратная связь, правильно ли я это делаю или нет. Потому что, в Семерго-пендакли, да, мы видим здесь человека, который останавливается и задумался, да, что ему дальше делать, собирать эти деньги либо оставить, подождать, пока они станут десяткой пендаклей, и я смогу их собрать. То есть, я не понимаю, мне дальше двигаться, вкладывать, либо отказаться. То есть, вам нужен такой партнер, либо, опять же таки, партнер, я имею в виду в бизнесе, либо клиенты, либо коллеги, которые бы вам давали обратную связь. Туда ли я двигаюсь, надо ли мне дальше двигаться или нет. то есть, как-то вот вас корректировали, ваш путь. Да, вот здесь вот очень важно, да, королева Пентакли, чтобы была какая-то стабильность, да, о которой я сказала. Либо, если это клиенты, то это люди должны быть с деньгами. Я не могу сказать, что их много или мало, ну, как минимум, немало, это точно, но вот про много тоже не могу сказать. То есть, я не уверен, что здесь вот прям большая финансовая сумма, но сумма, она есть. Вот, и при этом, если мы говорим о клиентах, вот они должны быть какими-то рукастами, да, либо это ваши коллеги, они должны быть рукастами, то есть, они что-то должны делать руками. Вот, и для вас очень важно, чтобы коллеги, либо клиенты создавали вот такую материальную, некий такой материальный комфорт, чтобы вам удобно было. То есть, допустим, если это офис, то это офис, он должен хорошо проветриваться, должен быть, там, я не знаю, светлый, просторный, мебель, там, кресло, стул, должно быть очень удобное, кожаное, желательно, чтобы это было естественное, а не кожа заменитель, чтобы все вот материалы, они были естественные, а не искусственные. То есть, для вас комфорт и уют, это очень важно, и плюс ко всему преданность. Вот, прям вот, если вы, там, я не знаю, либо партнер вам предан, либо клиенты преданы, вот для вас это будет идеально, потому что это дает вам безопасность, чувство безопасности, для вас это важно. Смотрим интересный пункт, портрет идеального мужа, жены, либо там, партнера, не знаю, ну, то есть, человек в любовной сфере, да, какой здесь идеал? Тройка Пентагли, человек, с которым можно сообща, что-то делать, что-то строить, человек, с которым можно договариваться, безусловно, эти люди, они могут быть не похожи на вас, и вам это с этим окей, то есть, вы не против, вот здесь человек достаточно лояльный, гибкий, если это будут, например, люди другой веры, другой культуры, национальности, и так далее, разговаривать на другом языке, главное, чтобы смогли смотреть с вами, имели общие ценности, и смогли смотреть с вами в одном направлении, то есть, где можно договариваться, и, безусловно, чтобы этот человек шел в новое, это тоже важно, новизна для вас важна, ну и, и дьявол выпадает, ну, конечно же, у вас здесь повешенный, да, идеальный портрет партнера, это когда я зависаю, вот я растворяюсь в нем, я становлюсь зависимой, да, вот это вот пресловутая безопасность, вот, если я почувствую, то все, я, я ваши, это Ваня, я ваша навеки, как это в мультике, да, было, вот здесь что-то такое, да, я ваша навеки, я не хочу выходить из этих отношений, вот, я, я хочу быть привязанной, вот для вас это важно, да, вот, привязанность, то есть, вы не тот человек, который будет искать какую-то там независимость, там, например, как по первой позиции держать дистанции, нет, вы, вас напрягает, когда прошел день и вам ваш партнер, партнерша не написала, как дела, как ты поспала, все ли ты поела, то есть, вот такая вот забота для вас прям вот очень-очень важна, и, конечно же, ваш партнер должен быть харизматичный, это не обязательно красивый, но он должен быть харизматичный, здесь должна быть страсть, здесь должны быть игры, ролевые, всевозможные, интересные, то здесь скучно не должно быть, да, если вот, допустим, я не знаю, это что у нас было второе, а друг, там, если друзья будут скучные, это ладно, если там с работой скучно, это ладно, но вот личная жизнь, она должна быть яркой, красочной, не должен быть наш партнер, либо партнерша скучная, так, идеальный партнер учителя-наставника, четверка жезлов, вот опять же таки про стабильность, да, учитель должен быть стабильный, должен быть позитивный, вот, и здесь обучение, оно должно быть через, через разговоры, вот для вас важна, опять же таки не практика, как в первой позиции, для вас важна, скорее всего важны беседы, какое-то совместное время провождения, то есть для вас наставник, он скорее всего идет как друг, как член вашей семьи, да, учитель, наставник, вот вам должно быть с ним хорошо, прям хорошо в диалоге, не в комфорте, как, например, работе, а именно в диалоге, да, то есть вы должны чувствовать, что вы с ним на одной волне, на какой-то такой позитивной, вот, и проводить праздники вместе, еще, вот тройка жезлов, видите, что ваш учитель, что партнер, ну, то есть мужчина-женщина, да, то есть личной жизни, идет тройки, они должны вас развивать, я могу предположить даже, что если вы здесь еще и дьявол выпадает, то это, конечно же, может быть и вашим учителем-наставником, то есть ваша вторая половинка может быть для вас учителем, я просто сейчас подумала по четверке жезлов, да, здесь знаете, что еще может быть, вы как будто бы на одной территории с этим человеком живете, либо, не знаю, место, где вы встречаетесь, оно вам прям вот очень близко, как ваш второй дом, это тоже важно, но однозначно учитель должен куда-то вас везти, открывать вам перспективы, дороги, показывать все, здесь такие, знаете, беседы на прогулках, на свежем воздухе, то есть это не где-то в помещении сели, и давай мы с тобой поговорим, нет, здесь какой-то там, например, класс, школа, нет, здесь где-то на природе куда-то поехали, да, то есть здесь могут быть, как они называются, ретриты всевозможные, вот это вот прям в вашем, на свежем воздухе, на природе, можно даже и за границей куда-нибудь, да, на кораблях, на лодках, вот это, это вот про вас, так, интересный расклад получается, мне нравится, я сижу здесь, так это понимаете, или улыбаюсь, да, и вспоминаю комментарии, когда мне пишут, ой, Лени, нам нравится, когда вы улыбаетесь, да, и плюс ко всему не хватает вас видеть, но уже осенью, осенью вернул старый формат, вот пока, пока так, пока вы только слышите, и так, позиция номер 3, зелененький камешек, троечки, привет, привет, как писал, волк, из мультика, ну погоди, вытащим 5 арканов, и посмотрим, в вашу комнату с портретами, так, 3, 4, 5, вот вам пускай будет так хаотично, не хочу ничего выравнивать, вот прям, как идет, так идет, так, смотрим, ваш идеал себя, вот как вы себя видите в идеале, в идеале, как вы себя видите, что такое, восьмерка мечей в идеале, человека, который, знаете, преодолевает, преодолевает себя, какие-то ограничивающие свои убеждения, человек, который находит решение в тупиковых ситуациях, человек, который погружается, да, в свое бессознательное, ищет ответы и находит, то есть здесь главное результат, здесь главное не процесс, а результат, еще смотрим, портрет идеального вас, двойка жезлов, императрица, здесь действительно идеал, идеал человека, уверенного в себе, прям вот так вот интересно, обычно у меня двойки такие неуверенные, здесь вот получилось, значит, тройки, да, люди уверены в своем выборе, не знаю, может быть у вас этап сейчас такой, какой-то не очень, идеал ваш, конечно же, императрица, но здесь такое чувство, что, либо череда неудач, каких-то трудностей, невзгод вашей жизни, она привела к тому, что вы стали сомневаться в своем выборе, то есть здесь такое чувство, что вы себе говорите, блин, что-то я уже разучилась сделать правильный выбор, да, то есть то, что выбираю, оно уже не совсем то, уже не совсем, ну, так как хочу, как будто бы фокус внимания сместился на какие-то ошибки, то есть ваш идеал человека, который быстро принимает решение и при этом принимает правильное, верное решение, человек, который не ошибается, вот для вас вот это вот, скорее всего, было бы идеал, и при этом очень уверенный в себе человек, такой, знаете, в чем-то может быть властный, в чем-то может быть меркантильный и корыстный, но это вы можете объяснить, то есть здесь нету жадности, но здесь присутствует меркантильность в контексте чего, в контексте того, что я хочу жить красиво, да, так мы говорим, красиво жить не запретишь, вот вы хотите жить красиво, и вот в вашем понимании красота это качество, а за качество надо всегда платить, поэтому да, я хочу иметь деньги, то есть императрица, это тот архетип, который имеет материю, да, то есть он взаимодействует с ценей, но при этом не напрямую, а посредственно через красоту, через гармонию, то есть я богатая не потому, что я как-то зарабатываю, да, что-то делаю, возможно, я рисую, там, я не знаю, какие-то шедевры в искусстве, да, что-то создаю и продаю за быстроснованные цены, вот что-то здесь такое, ваш идеал, опять же таки, да, если мы говорим о женщинах, то, возможно, есть в вашем окружении какая-то женщина, на которую вы хотели бы быть похожей, либо для вас важен статус, статус, власть, но опять же таки, не мужская власть, а женская, но здесь женщина, такая, знаете, достаточно приземленная, это не верховная жрица, которая там, отдыхотворенная, занимается знаниями и так далее, да, вселенской любовью, безусловно, нет, здесь любовь обусловлена, она знает конкретные вещи, кого она любит, что она любит, за что она любит, то есть здесь человек, который вот наслаждается материей и от этого получает удовольствие и не видит в этом ничего такого, не знаю, ну плохого, негативного, то есть здесь такой достаточно земной человек, но при этом красивый, при этом с каким-то таким, знаете, опять же таки, здесь не то, чтобы утонченный вкус, но вот он какой-то вот материальный, он какой-то конкретный, то есть вы не тот человек, который будет покупать, там, я не знаю, хрусталь, вы пойдете и купите, там, я не знаю, условно говоря, богемское стекло, пускай оно не будет простое стекло, а специальное, но при этом оно не будет хрусталь, потому что, ну, вы чувствуете, что в этом нет какой-то практичности, понимаете, то есть если я покупаю обувь, я не буду покупать обувь, там, секонд-хенд, но при этом я, опять же таки, не буду платить, там, деньги за, не знаю, баленсиака, куплю вот что-то, какой-то усредненный формат, но при этом, чтобы это было тоже марка, но доступная мне, вот здесь какой-то такой момент, и безусловно, если мы говорим о женщинах, да, это, если мы говорим о мужчинах, то здесь идеал, вы рядом с собой, возможно, видите такую статную, очень статусную, красивую женщину, ухоженную за собой, при этом, знаете, с таким шлейфом аромата, однозначно с длинными волосами, мне не идет здесь короткий волос, длинный волос, вот, но и если мы говорим о внешности, она не худышка, она и не полная, и не худышка, она такая, знаете, женщина с формами, то есть здесь человек, который боготворит свою женщину, вот для него это важно, идеал, то есть таким образом он понимает себя, насколько он совершенный или нет, потому что по наличию такой женщины рядом с собой, так, вторая карта, портрет вашего идеального друга, друга или подруги, да, в зависимости от того, что вы загадываете, десятка кубков, я водички пью, для вас идеал это эмоционально наполненный человек, знаете, человек, которого не нужно ни спасать, никуда не везти, то есть человек, который получает удовольствие от жизни, умеет замечать красоту радуги, красоту природы, возможно, это человек семейный, то есть ему не чужды семейные ценности, но при этом здесь важно, чтобы этот человек был наполненный, он был счастливым, возможно, даже удачливым, то есть вот, я уточню, здесь вообще не про финансы, а здесь вот как будто бы, знаете, какая-то такая целостная личность, да, человек победитель, победитель по жизни довольный, вот ключевое здесь, да, вот эти вот эмоции, шестерка жезлов говорит, человек, который довольный, удовлетворен своей жизнью, не удовлетворен даже, это неправильное слово, а доволен, человек который доволен своей жизни ему все устраивает ему все нравится и единственное что ему нужно это разделять вот эти вот эмоции счастье и удовольствие с кем-то и он выбирает вас то есть вот про поделиться опять же поделиться не материальными какими-то вещами а как-то узнаете разделить время поделиться совместным времяпрепровождением куда-то сходить но при этом это человек он наполненный вот это важно здесь не про позитив про то что вот не знаю как будто бы человек в чем-то добился успеха удачи он на пике на пике своей жизни своего развития вот прям человек на вершине вы как будто вы знаете подпитываетесь если такой человек есть друг либо подруга вы подпитываетесь уверенностью как будто бы зеркалить и ну берете берете от него вот это вот уверенность себе желание дальше двигаться то есть я на коне для вас это важно вот вы бываете в пространстве этого человека и вы также наполняетесь и заряжаетесь то есть настраивайтесь с его энергией так портрет идеального коллеги клиента сотрудника ну девятки педагоги видите люди тоже так же как и друзья для вас важно вот профессиональной сферы люди которые вас окружают чтобы они были самодостаточны и то есть по сути чтобы они не цеплялись к вам скажи подскажи как это сделать не перекладывали на вас ответственность да но при этом у людей есть как какие-то вот свои знаете обязанности свои дела и есть некие не знаю субординацию человек соблюдает либо какие-то границы то есть ну слишком они не приходят ваше пространство да то есть они не пересекают ваши границы в силу своего воспитания ну то есть люди понимают да что вот это вот мое дело вот это вот мои границы все пришел поза мое действие пошел дальше то есть такие самодостаточные люди знаете здесь ощущение того что вы вы такой человек который ну вот если я иду на работу я иду туда делать действительно работу то есть не то чтобы как-то сплетничать либо там кого-то подсидеть вот вам это не интересно пришли как говорится звонка до звонка до просидели сделали свое дело и пошли дальше то есть вот все остальное меня это как будто бы не колышет то есть если это выходные не надо мне звонить я отдыхаю то есть если это сверхурочно будем договариваться либо это оплачивается либо я бесплатно ничего не делаю то есть вот здесь такая какая-то конкретика идет и в профессиональной сфере вам и важны такие люди конкретные камера фанта здесь люди которым важно важны какие-то моральные принципы то есть люди которые живут я не знаю может быть они религиозные но здесь вот важно чтобы они здесь какая-то культура должна вот вы делаете акцент именно на эту культуру воспитания поведения то есть здесь как будто бы не приемлемы там не знаю фривольность какая-то либо а знаете вот общение типа элла друг друг привет а бро как дела вот вот такие вот фишки вам неприемлемы не от коллег не от начальства не от подчиненных они от клиентов то есть вот субординации здесь важны и для вас важны традиции традиции то есть если это семейный праздник значит он должен быть в приоритете значит я могу любой момент отпроситься если я работаю на наемной работе либо наоборот если я являюсь хозяином и человек пришел и говорит вот посмотри у меня там есть на кристины свадьба день рождения и так далее и так далее какое-то вот семейное сборище и мне нужно уйти вы вот прям с уважением к этому относитесь потому что вот как-то традиции вы почитаете для вас это важно поэтому желательно чтобы и под профессиональной сфере люди этому придерживались смотрим теперь партнера партнершу до любовную сферу но здесь должен быть для вас в идеале до шанс шанс который открывает вам врата в успешное счастливое такое будущее богатое изобильное то есть человек который для вас является подарком да то есть здесь как будто бы нету вас в голове идеала а вот чтобы он был послан небесами и все что в это входит в это понятие то сказала послал небесами аркан справедливости вот по справедливости вот для меня идеал вот то что я заслужила то я хочу но и плюс ко всему чтобы у человека было обостренное чувство справедливости да чтобы он был вот именно по закону по правилам такой человек достаточно сбалансированный сдержанный человек который умеет и думать и человеку которого развита и интуиция то есть принимает правильные верные решения может быть работает как-то вот с бумагами не знаю но это вот если профессия так в принципе кого заслужила того и хочу получить либо кого заслужил того и хочу получить потому что знаю что вот человек будет по справедливости по шпиндаклей но при этом человек который вот умеет ценить вот для вас вот этот вот я рафан да здесь ключевой то есть вы умеете ценить благодарить и вот для вас важно чтобы в партнере такое было до умение ценить благодарить замечать шансы идти в развитие чему-то новому обучаться вот вот это вот идеал здесь нету внешности я не вижу внешность мы не такой человек как по первой позиции которая обращает внимание на внешность вот второй позиции у нас не обращали внешне важно было чтобы он был харизматичный чтобы у него такая вот энергия была простреливающая энергия страсти вот прям чтобы эмоции теперь а здесь у вас нет здесь я не вижу что была какая-то там не знаю особая внешность ну то есть это не принципиально главное чтобы это вот был человек по судьбе вот хочется сказать у кого заслужила того и хочу получить чтобы он был вот прям знаете подарком подарком чтобы это все время чувствовали что это подарок жизни что я его заслужил а вот это вот мое не потому что он здесь очень важно чтобы человек вас все время выбирал независимо от того сколько времени вы совместно проживаете либо будете проживать чтобы человек все время вас ставил на первое место и показывая через свои какие-то действия, что я тебя выбираю. Я тебя выбираю, потому что ты для меня также являешься подарком судьбы. То есть здесь должно быть все взаимно. Не только партнер для вас является таким, но и вы хотите ощутить именно такое, что ваш партнер справедливый, и вы по отношению к нему справедливые, чистые, честные, верные, и при этом являетесь каким-то новым шансом, подарком. Жизни. Смотрим. Идеальный портрет вашего учителя, наставника, как вы его себе видите. Ну, здесь аркан мира, здесь запрос на учителя с тонкого плана. Здесь учитель, наставник, он должен быть, ну, либо мировых каких-то масштабов, да, либо там, я не знаю, может быть, человек, который живет там за границей, там, я не знаю, на востоке, в Тибете какой-нибудь, да, какой-нибудь гуру. Но здесь однозначно очень высокий уровень. И желательно, чтобы это не было человеком, а это был как-то вот с тонкого плана, да, то есть очень высокоразвитая какая-то сущность, высокого порядка, тонкого плана. Вот прям очень-очень важно. Либо такой, да, либо вообще не надо. То есть, либо этого, знаете, нечто аналогичное, как, может быть, для вас является вашим учителем, это ваше высшее я, да, то есть какой-то канал, который есть, либо сам творец. Вот что-то такое здесь, здесь внеземное, это однозначно. Да. Учитель стабильный, постоянный, желательно, чтобы вот прям на всю жизнь, да, чтобы вот, ну, долгое время, долгое время, чтобы это было стабильно. И вы здесь будете таким, знаете, жаденкой. Никому не расскажу про него, никому не покажу, он будет только моим. Здесь такое ревностное отношение. Нету такого отношения к партнеру, к другу, а есть вот такое ревностное отношение к учителю. Ну, для вас это очень, прям, очень важно. Очень важно, очень значимо. Учитель должен быть умным, таким, знаете, эмоционально сдержанным человеком. Холодным, властным, умеющим направлять, умеющим, знаете, если нужно, даже и наказывать. То есть здесь вам не нужен такой мягкий, снисходительный человек. Нужен конкретный, жесткий, тот, который будет вас дисциплинировать, возможно, где-то, опять же-таки, наказывать, если в этом есть необходимость, но справедливый. Справедливый. Вот такой вам нужен учитель, либо наставник. Так, ну что, это была у нас третья позиция «Зеленый камешек». Жду вашей обратной связи. Мне интересно, насколько вам понравился этот расклад. Мне понравилось, я так для себя тоже кое-что посмотрел. Потому что, я не знаю, как другие торологи, я себе смотреть не могу. Я для себя, лично для себя, ни для каких ситуаций не беру карты в руки. Единственный момент, когда я беру карты в руки, а я их беру каждый день, это вот когда я работаю либо на один канал, либо вот на, ну, то есть я имею в виду на Телеграм-канал, либо на Ютуб-канал, либо для консультации, Блица, но никогда для себя себя я посмотреть не могу. Поэтому иногда я себе тоже заказываю, заказываю, загадываю позиции, вот, и смотрю. Таким образом я не становлюсь даже субъективной. То есть причина, что я не могу себя посмотреть, это вот мой субъективизм. Я вижу то, что я хочу. Ну и потом мне неинтересно, я столько раскладов делаю, поэтому все, что мне нужно узнать, вот, я это нахожу в раскладах своих собственных. Так, на этом мы с вами прощаемся. Всем отличной среды, если вы смотрите в среду. Жду вас в пятницу. В пятницу мы будем делать расклад на одну позицию. Заранее говорю, кому не нравится, тогда встретимся уже в понедельник. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.